Новый фруктовый сад появился в Белгороднестровском доме-интернате. Его воспитанники вместе с работниками одесской таможни высадили на территории 110 саженцев. В самом медучреждении постоянно находятся дети с умеренной и глубокой умственной отсталостью. Как живут такие ребята, чем занимаются и почему им так важен этот новый сад, знают наши корреспонденты. Ухоженный большой зеленый двор, цветники, подрезанные кусты и вскопанные грядки. Это сразу бросается в глаза, когда попадаешь на территорию дома-интерната. Учреждение в Белгороде-Днестровском необычное. Здесь находятся 160 мальчиков в возрасте от 4 до 35 лет с нарушениями интеллекта. Они умственно недоразвиты еще с утробы матери. Мама, так называют Ирину и ее воспитанники, работает в интернате более 25 лет воспитателем. Сейчас под ее опекой 12 человек. Группы комплектовались у нас всегда почти одинаково. Всегда в группе должны быть дети меньше и дети постарше. Потому что за меньшими всегда требуется уход. Они не всегда все могут одеться, раздеться, обслужить себя. Приходится помогать им когда-то и раздевать, и одевать. Точно так же где-то в столовую пойти, на прогулку. То есть старшие дети всегда за меньшими смотрят. Как только к ним попадает новенький, ему назначают братика, чтобы помог адаптироваться. В каждой группе игровая и классная комната, спальня и санузел. У большинства воспитанников нет родителей, они отказники. Я даже могу похвастаться. У нас шестеро родителей, которые постоянно сюда приезжают, привозят дети гостинцы, забирают их домой на каникулы, на праздники. История каждого уникальна. Ирина рассказывает о своих детях с дрожью в голосе. Вот Сергей, например, вообще не разговаривает. Но за два года обучения Ирина научила его читать и писать. Не допустил. Не переживай, не волнуйся. Степан. Тут я, Степан. Вот так. А кто такой Сережа Степана? Кто Сережа Степана? Я, скажи, я. Покажи, я. Я и я. Они всегда что-то спрашивают, интересуются. Мне очень интересно с ними, потому что они пытаются что-то узнать новое. Они еще изучают у нас буквы, несмотря на то, что они по возрасту вроде бы и большие. Но на самом деле они еще совсем маленькие. Дети, которым воспитанники, которым уже по 15-16 лет. Вот они на уровне пятилетнего ребенка. По достижению 18 лет воспитанников переводят из учебных групп в юношеское отделение. Там ребята осваивают трудовые навыки. Трудовые поручения определенные выполняют ребята старше их. Старшие после 18 лет. Вот мы им поручаем какие-то определенные, ну, два часа в день. Они занимаются вот выполнением каких-то трудовых поручений. Учатся всему. Здесь у каждого своя работа. Кто копает грядки, кто шьет. Сетку вяжем. Для чего? На то. На то. На то. Это, по-моему, какая-то сетка у нас. Шестая. Шестая сетка. Шестая сетка у нас. Да, шестая сетка. Мы помогаем на то. Месячу сетку мы вяжем. Метем. Метем. Покажите, как нам ее делать. Алло. На территории интерната есть своя теплица с рассадой. Старый сад. А сейчас разбили еще один. Молодой. Саженцы привезли сотрудники таможни, которые уже более 15 лет ведут шество над интернатом. Вместе с сотрудниками и ветеранами таможенной службы воспитанники высадили 110 саженцев. Чтобы они понимали, как растет, как ухаживать. Ну и, естественно, и плоды будут их. Каждому дереву присвоили паспорт, где указали, кто садил его. Наша съемочная группа посадила вместе с одним из воспитанников. Деревья – это символ весны, символ красоты. Когда они цветут, распускаются, конечно же, радуемся мы все. Вот это для нас время цветения. Сами дети с радостью занимались садоводством вместе с таможенниками. А урожай через пару лет будут собирать и пробовать с еще большим удовольствием. Мишель Арман, Татьяна Лесничук, Виталий Кононов, Седьмой канал.